Добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Бизнес Класс, меня зовут Олег Дмитриев. Очередная наша сегодняшняя программа, мне бы очень хотелось, по крайней мере, носила такой, опять, предновогодний, очередной раз предновогодний, предновогодний контекст. Хотя, на первый взгляд, тема, которую мы обозначили, несколько непраздничная. Мы сегодня будем говорить о коллекторском бизнесе. Но все же, чтобы сделать, да, чтобы сделать даже этот взгляд на вещи романтичным, мы добавили название темы, еще такую фразу, как оставить долги в уходящем году. Ну, действительно, это так, ведь одно из главных пожеланий новогодних, как правило, да, чтобы все плохое, все, что, ну, в какой-то степени усложняло жизнь, оставалось в этом уходящем году. Долги, наверняка, это вещь не очень приятная для всех нас, поэтому мы и будем говорить с этой точки зрения, как же построить свою жизнь, чтобы и с долгами расстаться, расстаться накануне Нового года. Я представлю сегодняшних гостей в студии Елена Терехова, заместитель генерального директора, директор по продажам Sequoia Credit Consolidation. Добрый вечер, Лена. Добрый вечер. И еще один гость, это Сергей Шпетер, старший вице-президент, директор по развитию бизнеса Национальной службы взыскания. Добрый вечер, Садеж. Здравствуйте. Ну что ж, вот, уважаемые гости, если позволите, с этой точки зрения мы сегодня будем говорить о нашей теме, именно с точки зрения, так сказать, надвигающихся праздников. Уважаемые слушатели, я хотел бы предложить вам присоединиться к нашей беседе, высказать свое мнение на этот счет, поделиться вообще, как вы смотрите на проблему долгов, есть ли они, каким образом вы считаете ее нужно решать. Звоните, пожалуйста, делитесь, делитесь своим мнением по телефону 6510996, код Москвы 495, либо задавайте свои вопросы на сайте финам.фм. Добрый вечер. Не совсем благородный персонаж, мне так кажется. Лен? Ну, почему неблагородный? Как раз-таки наоборот. Мне кажется, если есть люди, которые готовы рассказать, как нужно вернуть долги, и почему нужно это сделать, и помочь решить эту проблему, то это, в общем-то, достаточно благородная миссия. Ну, то есть, нет, я соглашусь, то есть, если мы сегодня, да, коллектора представим именно вот в такой роли, я могу сказать о себе или там о своих знакомых, на обывательском уровне коллектор, кто, не тот, кто рассказывает, помогает, а тот, кто непосредственно, ну, извините, не хочет. Просит. Просит, да. Причем, я так думаю. Настойчиво просит вернуть. Иногда со стуком в дверь, иногда со стуком еще куда-нибудь. Ну, вы абсолютно правы, потому что есть абсолютно разные компании, которые применяют абсолютно разные методы. Некоторые настойчиво стучат в дверь, и не всегда это кулаком. Некоторые есть, которые достаточно применяют этические методы взыскания, и таких компаний тоже достаточно много сегодня на рынке. Безусловно, необходимо формировать данный рынок. Но если я скажу, как в 2005 году я приходила в банк достаточно высокому руководителю, и когда он увидел то, что я женщина, в принципе, женщина и коллектор это вообще не воспринималось никоим образом. Ты будешь смеяться, я тоже был удивлен, когда увидел тебя. Ну, странно. Последние три года мне вообще таких вопросов не задают. Раньше это был самый распространенный вопрос. А что вы здесь делаете? Теперь такого нет. Сейчас это, в принципе, достаточно нормально воспринимается. То есть можно сказать таким образом, да, что отношение к коллектору вот со средневекового, да, представление о нем как о неком суровом мужчине, да, в руках у него есть что-то или нет, суровом мужчине, настойчиво требующим. Вот оно смещается на то, что, в принципе, да, если и девушка может, так сказать, коллектором выступать, значит, методы не совсем средневековые уже, методы некие цивилизованные. Вот, кстати, было бы интересно узнать, каковы они сейчас, эти самые методы, Сереж. Ну, у нас, например, вообще девушки имеют самые высокие показатели по сборам, честно говоря, в отличие даже от молодых людей. Я, наверное, соглашусь с тем, что, в принципе, вот такой имидж, сложившийся у нас в стране, он не очень позитивный в отношении нашей профессии. Но ты согласен, что такой имидж есть? Он абсолютно есть, и мы над этим работаем и будем работать, да, над тем, чтобы его изменить. И, в частности, вот инструмент, собственно, который мы используем, да, сейчас многие говорят о том, что, а, вот вышел закон о медиации, давайте, значит, все теперь будем медиаторами. Вот у нас... Подожди, если можно, ты сразу расшифруй, что такое медиация и медиатор. Вот, собственно, меня это тоже сначала поставило в тупик. Я так понимаю, что это умение договариваться, да, то есть, вот, собственно, закон об урегулировании спорных вопросов и диспутов путем переговоров, не идти в суд. Вот, так вот, у нас основные принципы работы, я думаю, Лена меня поддержит, то, что главная задача — это договориться с человеком о том, что ему нужно заплатить, прежде всего, ему нужно, да, по телефону или в личной беседе, там, это уже другой вопрос, но главное — договориться. Когда ты договоришься... Да, в другом случае они просто не платят. Да, у тебя будет результат. Вот, а я вам могу сказать, что в штате, например, нашего агентства, да, очень много работают психологов, философов, да, людей, которые умеют разговаривать и убеждать. Подожди, в штате вашего агентства работают психологи, ну, допускаю, философы, имеется в виду, что у человека есть некое образование, но он работает не по специальности. Абсолютно, он работает именно в сфере коммуникации, в сфере коммуникации, вот, и представление о том, что это, там, люди в балиновом пиджаке, там, с какими-то, там, бейбольными... Ну, пошли вопросы уже, поэтому... Это вообще несерьезно, я даже на, так сказать, это уже давно не реагирую, да, это серьезный бизнес, который построен на больших цифрах, на статистике, математике и на умении общаться с людьми. Нет, мне интересно, ты на это не реагируешь, ну, понятно, ты изнутри в этой, что называется, кухне, да, на это реагируют все остальные. Слово коллектор и, вот, если мы об этом говорим, да, образ коллектора в большинстве обывательского сознания, это человек, вот, в пиджакеле, не в пиджакеле, но это такой суровый тип. Коллектор, суровый тип, который, ну, давайте так, откровенно я буду говорить, который, вот, задача выбить из меня деньги, которые я не заплатил по какой-то причине, там, банку или еще какого. Люди, в принципе, не любят разговаривать на неприятные вещи. А, то есть... Я думаю, что если взять абсолютно какую-то другую область, не связанную, например, с коллекшеном, и вести переговоры относительно неприятных вещей, тем более, там, взыскание задолженности, в принципе, даже затрагивание этой темы, насколько бы оно не было этичным и достаточно аккуратным, это все равно всегда неприятно. Это всегда будет людьми восприниматься достаточно агрессивно. Поэтому, когда есть возможность за что-то зацепиться и не платить, те люди, которые не хотят платить, они будут за это цепляться. И, безусловно, они будут искать какие-то прорехи и с точки зрения законодательства, и, возможно, несколько измененного тона ведения переговоров, это тоже им не понравится, и они обязательно об этом сообщают. То есть, вот, я так моделирую ситуацию, да, мы с тобой разговаривали, ты мило ворковала мне, да, говорила о том, что надо бы отдать, потом в какой-то момент переключился на наш разговор Сергей, ну, вы коллеги, да, я так вот представляю, да, и я почувствовал, что даже не тон сменился, а просто мужской голос, и я сразу встал на дыбы. Может быть и так. Ладно, тогда мы можем сделать такой подыток, да, что формирование облика, формирование некого облика коллектора, вот такого, да, среднестатистического, все-таки связано не с его непосредственно персоналией, а с моим отношением к тому, чем он занимается. А занимается он вещами неприятными для меня, потому что я должен, я отдать, а, не могу, б, не хочу, ну, и там, еще какие-то, наверное, варианты, да, а он настоятельно требует. Поэтому он всегда для меня будет плохо. Правильно, Лена? Как бы очаровательно ты не улыбалась. Я всегда буду улыбаться. Это понятно. Я буду делать это очаровательно. Тем не менее, все равно ты, пока ты коллектор, как бы ты очаровательно улыбалась, все равно ты плоха для меня. Ну, не то, что плоха, но я человек ведущий, который будет вести не очень приятные разговоры, которых всегда хочется избежать. Но, на самом деле, формирование образа коллектора, это, в принципе, этим занимается не только сам коллектор, но и кредитор. Потому что очень многое зависит от того, кого кредитор выберет в качестве своего партнера и доверит, как бы, ведение разговора. Учитывая, что, как ты сказала, существуют все-таки разные методы, да? Безусловно. И они, кстати, все легитимны, эти разные методы. Мягкие, ну, понятно, наверное, они более, и жесткие, да, некие жесткие. Они тоже в рамках правового поля, что называется? Что значит жесткие? Если вы пишете третье письмо должнику с указанием последствий того, что, если он не оплатит, то это предупредительная мера. Да, это более жесткое письмо, но оно абсолютно в рамках действующих законов и так далее. Другое дело, что есть, может быть, персонажи где-нибудь в глубинке, которые там по старинке приходят действительно там с каким-нибудь металлическим прутом в руках и начинают с тобой разговаривать. Но это нельзя назвать профессиональным коллектором, да, ну, это, наверное, действительно вышибало там какой-нибудь и так далее. Вопрос, который поднимает Лена, абсолютно справедлив, потому что если вы кредитор и вам нужно отзыскать, то вы должны выбирать по определенным принципам, критериям своих партнеров, за которых вам потом там не будет стыдно и не приведется отвечать там перед законом. А то есть, кстати, такой вариант возможен, да, что вот предположим, что вот этот парень, о котором ты говоришь, с металлическим прутом, он все-таки коллектор. И его способ, ну, мягко говоря, да, он вот... Он может себя так называть. Нет, ну, отсутствие законодательства, оно позволяет этому парню назвать себя коллектором. И потом, когда в результате, да, должник с кредитором разбираются в суде, у должника будет аргумент, да, в его пользу, я так понимаю. Конечно, конечно, конечно. Что вы наняли вот такого вот парня, и он мне угрожал, он там, да, и так далее, и тому подобное, да? Да. То есть, в данном случае, получается, что кредитор подставился, подставился. Можно и так трактовать, да? Да, принял на себя такой риск. Я понял. Ну что, все очень интересно. Сейчас, тем не менее, мы слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Продолжаем эфир, уважаемые слушатели, на Финам.ФМ бизнес-класс. Я Олег Дмитриев. Мы сегодня говорим накануне Нового года. Все-таки я буду повторять эту историю. Как оставить долги уходящем году? Думаю, что большинство из тех, кто их имеет, очень бы этого хотело. Соответственно, в связи с этим мы сегодня рассуждаем о коллекторском бизнесе. И вот представители этого самого бизнеса у меня в гостях. Я представлю еще раз. Это Елена Терехова, заместитель генерального директора, директор по продажам Sequoia Credit Consolidation. И Сергей Шпетер, старший вице-президент, директор по развитию бизнеса, национальной службы взыскания. Кстати, Лена, извини, вот Sequoia Credit Consolidation. Слово Sequoia. Ну, опять, я с точки зрения обывателя. Sequoia. Представляешь, Sequoia это лиственное дерево, да? Ну, если бы хвойное дерево. Сразу ассоциация. Sequoia это лес. Sequoia, значит, вот эти вот самые коллекторы, они вывозят в лес, понимаешь, под Sequoia. Ну и дальше, значит, вот. Не, ну наше название компании, это, в общем-то, такое поле для фантазии. Вот ваша версия, она была более оригинальной, раньше я ее не слышала. Вот, напиши, пожалуйста. Обязательно буду использовать. Причем я тебе говорю, у меня сразу Sequoia, боже мой, каковы методы этой компании? Это не боже мой, это нужно срочно идти платить. Да-да-да. Бежать, бежать. Конечно, из этого леса. Или в этот лес. Ну ладно. Ну ладно. Значит, возвращаемся мы к нашему разговору. И у меня вот, уважаемые гости, к вам какой вопрос. Значит, мы говорим о взаимоотношениях должника и кредитора. Эти взаимоотношения простые, ну, как правило, если мы не говорим там о тонкостях договоров и прочее, да, эти взаимоотношения простые и понятные. Они как муж-жена, да, вот. Этот занял, этот должен, условия, сроки возврата и так далее. Что должно произойти, как должны испортиться, да, причем в буквальном смысле эти взаимоотношения, что между должником и кредитором стал посредник. И какие функции он в данном случае, ну, если опять не брать, вот, как бы, очевидные вещи, да, возврат долга. Какие функции он в себя еще должен, должен на себя принимать? Ну, на самом деле, самое, наверное, распространенное, это когда должник перестает общаться с своим кредитором. То есть не только платить, а именно общаться. Да, как только у него возникает проблема, он старается, как бы, ее не решить и не договориться с кредитором, он старается просто-напросто. Просто пропадает. Да, и в какой-то момент, в принципе, эти моменты оцениваются кредиторами по-разному, есть разные критерии принятия решения, в какой момент необходимо, как бы, вмешательство уже коллекторского агентства. Ну, насколько я знаю, в любом случае, у любого кредитора есть и свои силы, ну, если уж не по возврату, то, по крайней мере, по настойчивому напоминанию, да, это службы безопасности, это еще какие-то структуры. Зачем, зачем посредник, Сережа, зачем посредник? Ну, на мой взгляд, здесь не обязательно, что отношения должны испортиться между заемщиком и, например, банком, да, а просто у него, может быть, недостаточно ресурсов, потому что, например, ему дорого содержать штат коллекторов собственных, там, он сидит в центре, у него офис, да, стоимость рабочего места, аренды, зарплаты и т.д., да, то есть это коллектор делает дешевле. Более того, там, коллектор это делает систематично, потому что это его основной бизнес, да, у него есть куча затрат на создание колл-центра, телефонии, защиты информации, там, база данных и так далее. Ну, это такой классический аутсорсинг, да, что сейчас мод. Да, да, да. Поэтому это, собственно говоря, эффективность, она здесь решающий фактор. Здесь, так сказать, доказал кредитору, что мы работаем лучше, чем свои, пожалуйста, вот тебе бизнес. Хотя на самом деле во многих странах нет собственных подразделений по работе с проблемами задолженности. В банках, да. Доверие, да, доверие коллектору достаточно высокого уровня, и, в принципе, не принято работать с собственными долгами. Есть взаимоотношения между коллектором и кредитором, при условиях которых, как только возникает просроченная задолженность, оно тут же передается в коллекторское агентство. Ну, я правильно понимаю, что, ну, по крайней мере, для очень многих отраслей нашего бизнеса это именно так. Я правильно понимаю, что все-таки бизнес коллекторский, это достаточно молодая история в России. Да, конечно. Именно поэтому, да, многие банки до сих пор еще содержат и собственный штат службы безопасности, ну, имеется в виду, по возврату. На Западе, вот ты привела пример, это считается, да, давно уже неэтичным даже, да, некрасивым, нерентабельным, как минимум, потому что это совсем другая история. Ну, это совсем другой бизнес. Это, в принципе, когда делают бизнес в бизнесе, да, невозможность все делать самостоятельно. Совершенно верно. Кто-то должен взыскивать долги, кто-то должен выдавать кредиты, и это должно быть четко разделено. Ну, я просто хочу сказать, что банковский-то сектор наиболее продвинутый в этом отношении. Я думаю, что они первые стали аутсорсить, и сейчас, наверное, выдавляющее большинство банков это делает. Другое дело, кто-то раньше, кто-то позже, но это делают. А вот другие сектора, они потихонечку тоже дозревают к этому. И телекомы, и ЖКХ, и так далее. Этот список можно продолжать. Поэтому это действительно как коллекторская индустрия, она стала уже неотъемлемой частью составной финансового сектора, я бы так сказал. То есть, вот, ну, например, там, это не в качестве рекламы, а в качестве примера. Мы в этом году, например, вернули клиентам 7 миллиардов рублей. А ты что? Да. Своим клиентам, да. Вот, собственно говоря, вот это результат, да. На что это деньги пойдут? На рефинансирование пойдут, да, там, на развитие инфраструктуры, там, у клиентов, да, и так далее. И так далее. Не, ну, на что бы они не пошли, главное, что это... Плюс на выплату вкладчикам, кстати говоря, процентов. 7 миллиардов, это личные суммы. Если мы заговорили о деньгах, ну, два слова буквально скажите, на чем коллектор зарабатывает-то? Я так понимаю, у него какая-то есть дельта, Лен? Ну, конечно, дельта есть, потому что мы, в общем-то, тоже являемся частью финансового рынка. Это понятно, это бизнес. А бизнес он должен быть, да, с дельтой, это непременно. Да, я, собственно, вас предупреждал, еще до эфира программа «Бизнес-класс», да, то есть мы рассказываем о том, как деньги зарабатываются, поэтому мне интересно. Наверняка это не Робин Гуды так называемые, да? Нет, Робин Гуды тоже хотят есть и хотят расти собственный персонал и вкладываться в технологии, которые являются неотъемлемой частью нашего бизнеса. Поэтому чаще всего мы получаем процент от реально взысканных денежных средств. Именно от реально взысканных? Да, все верно. То есть в отношении тех должников, которых мы не взыскали, мы там никаких дополнительных денежных средств не получаем, нам клиенты не компенсируют наши затраты. То есть, по сути, мы авансируем наши затраты на взыскание. Должники платят непосредственно нашему клиенту, и мы получаем свое агентское вознаграждение, которое изначально было прописано в договоре. Все достаточно прозрачно, все понятно, все понимают, в какой момент происходят какие взаимозачеты, и понятно, на каких основаниях мы работаем. То есть, в принципе, агентский договор, наверное, в течение нескольких лет очень сильно изменился, потому что рынок очень динамично рос, коллектор очень серьезно изменился. В принципе, я думаю, что коллекторский бизнес – это, наверное, один из самых динамичных таких направлений в нашей стране. Каждый день, наверное, что-то узнаем новое. Если действительно вспомнить 5-6 год… Всего лишь меньше 10 лет, да? Да. Когда мы понимали о том, что, чтобы заработать, нужно звонить и ездить, то сейчас мы понимаем о том, что, чтобы заработать, нужно достаточно серьезно аналитическую работу проводить. Нужно, в общем-то, абсолютно на других вещах концентрироваться. Если не секрет, на каких? Звонить и ездить уже не надо. Нет, обязательно надо, но надо четко понимать, куда ехать, кому звонить, когда звонить. Сколько раз. С каким скриптом звонить, да? То есть, это уже такая персонификация, да? То есть, каждый из тех людей, с которых вы пытаетесь взыскать, он, соответственно, имеет некую разную психологическую наполняющую, да? И вы говорите, вот этому бесполезно звонить, да? Ему надо сразу приехать и встретить его у дверей, он упадет в обморок и все отдаст сразу. Не обязательно упадет в обморок. Он просто будет счастлив увидеть коллектора. Тем более, если Лена приедет, да, конечно. Надо лично ему, да? А этому надо звонить, звонить, вот, да, капать, капать, капать. А этому достаточно письмо отправить, он пойдет и заплатит. Или поставить его на автоинформатор и, в принципе, никогда не прибегать к какому-то ручному и человеческому взаимодействию. Хорошо, хорошо, хорошо. Я пытаюсь понять, а вот по каким критериям вы делаете вывод, что этому надо это, этому надо это, этому надо это? Вы что, его, я не знаю, там, подноготную какую-то, да, всю его жизнь? Нет, нет, это было бы очень дорогое удовольствие. Ну, я бы тоже. На самом деле есть некий банк данных, который исторически накапливается, вот там, у нас сейчас там свыше 10 миллионов записей, да, как в кредитном бюро нормальном. Банк данных именно у вас. Да, по тем должникам, которые прошли через наше агентство, например, да. Вот, и, собственно, что делает наш автомат, ну, с помощью людей, настройки делают люди, автомат делает. Он берет портфель должников, который мы получили, там, тысячи заемщиков, например. Он залезает в эту историческую базу и смотрит, что вот эти 100 человек, сегмент А, они заплатят в течение ближайшего месяца, если им отправить смс-ку. А вот эти, например, 300 человек, им нужно отправить письмо. Подожди, а почему он решил, что они заплатят? А потому что он анализирует, на основе чего они заплатили раньше. А, да, они уже... Исторические данные используют. Исторические данные. И смотрят, что, да, ему достаточно напоминания, другому нужно письмо, третьему там сделать два звонка, условно, к пятому там выехать, да, нужно поговорить. То есть они подбирают вот поведенческие аспекты, поведенческий скоринг, так называемый, да, когда они смотрят на то, как реагировали должники после воздействия определенного, и автоматически подбирают вот эту стратегию и направляют ее на вот этот сегмент портфеля. А вот это вот на этот, да. И в результате на выходе получается максимум возврата. Вот это вот есть бизнес, основанный на статистике и математике. Я бы даже, если позволишь, максимум возврата при относительном минимуме затрат. Абсолютно. Потому что у нас очень низкомаржинальный бизнес, да, и любая копейка, она ценна для нас. Поэтому, конечно, прежде чем вслепую там делать там звонки и выезды, нужно посмотреть, посчитать, кому их сколько нужно совершить. Я понял, это здорово, но тем не менее, смотри, ты привел пример людей, у которых был прецедент уже, невозврата, да, то есть они в базе у тебя есть. А если эти люди, вот эта тысяча, они новички, что называется, они не засвечены еще. Нет, Сергей имел в виду не людей, а физические лица с определенными характеристиками. И поэтому, когда заходит новый портфель должников, то автоматически мы просматриваем историю по людям, как они себя вели, с такими же критериями. Поэтому здесь как раз вообще розница, она без лица, по сути. Ну, извини, даже люди, понятно, что для вас это... Нет, ну что вы. Я говорю о статистике. Машина, да, ей не важно, она с обезличенными данными работает. Для них важен момент действия и противодействие, что было сделано. А мы, безусловно, когда уже оператор колл-центра разговаривает, для него важно персональный контакт установить. Конечно, а как же иначе? По сути, работа с должниками — это та же продажа. Да, ты никогда не сможешь ничего продать, если тебе человек не доверяет. Для того, чтобы он доверил, он должен... Кстати, поправь меня, если я ошибаюсь. Вот ты мне дала визитку до эфира, и там что-то было, что ты директор по продаже. Это меня тоже очень сильно удивило. О чем же мы будем говорить? Это тоже, это очень часто задаваемая пара. А что вы продаете? Вы же пытаетесь забрать деньги у людей. Как это можно назвать продажи? Забавно. На славном деле. Это продажа финансовых услуг по возврату проблемной задолженности. И, безусловно, на сегодняшний день порядка двух тысяч компаний называют себя коллекторскими агентствами. И кредитор должен из этого списка достаточно большого... Подожди. Порядка двух тысяч компаний называют... А все ли они имеют право, с твоей точки зрения, называть себя коллекторскими? Нет, конечно. Так. И, в принципе, клиенты и кредиторы, они очень многие в свое время собственным опытом определили, кого они будут называть коллектором и будут доверять управлению своей проблемной задолженности, а с кем они никогда не будут работать. Даже если те себя называют коллектором. Да. Просто уже есть определенные критерии выбора коллекторских агентств. Это и опыт, это отсутствие нареканий, отсутствие судебных каких-то процессов, это, в общем-то, жалобы тоже на это смотрят, какие жалобы поступают в принципе. Кстати, судебный процесс, это, я так понимаю, последнее, да, на что соглашается коллектор, это признание его неэффективности, да? Ну, я... Не так? Я бы сказал так, что это делают по желанию клиента, да? Если клиент хочет, чтобы пошли в суд, мы это сделаем. Это услуга. Да, это услуга определенная. Либо, если мы понимаем, что должник говорит прямым текстом, что идите в суд, иначе платить не будут. Тогда, естественно, мы даем рекомендацию обратиться в суд. Но я бы еще хотел, извините, я просто хотел одну вещь добавить важную, о защите информации и организация разработчиков. Сережа, извини, пожалуйста, запомни, да? Сейчас мы послушаем новости, а потом с этого начнем. Продолжаем эфир, уважаемые слушатели. Сегодня на Финам.ФМ в бизнес-классе тема коллекторский бизнес. Как оставить долги в уходящем году? Кстати, видимо, уже ближе к финалу. Я попрошу моих гостей дать некие советы, рекомендации, как это сделать правильнее всего с их точки зрения, поскольку в любом случае они профессионалы. Профессионалы в этом. Я напомню, в гостях сегодня Елена Терехова, заместитель генерального директора, директор по продажам Sequoia Credit Consolidation и Сергей Шпетер, старший вице-президент, директор по развитию бизнеса Национальной службы взыскания. Значит, прервались, мы ушли на новости, Сереж. Да, я просто хотел дополнить мысль относительно того, профколлектор или не профколлектор, когда выбираешь партнеров. Поскольку мы работаем с огромным объемом персональных данных, важно обращать внимание на защиту информации. На то, является партнер-оператором данных, не является. Есть ли какие-то лицензии технические, которые позволяют работать, сертифицируют оборудование или нет. Это ключевой вопрос при выборе партнеров, я думаю, и этому надо всегда уделять большое внимание. А вот, кстати, опять я вернусь, а ключевой вопрос при выборе коллектора вашими клиентами, он все-таки каков? Кстати, коллектор – это лицензируемая деятельность в России? Нет. Нет. То есть ты должен иметь статус оператора персональных данных, но это не является де-факто лицензированием, как мы в общепринятом смысле этого слова. То есть это уведомительный некий такой порядок. Я понял. Так вот, ваш клиент, ваш заказчик, по каким критериям он выбирает коллекторское агентство? Ну, помимо репутационных каких-то вещей? Нет, безусловно, наличие еще рекомендательных писем, опыт работы в том же сегменте, дальше это эффективность работы. То есть, в принципе, более-менее критерии, они уже устаканились таким образом. И, безусловно, кажется, что рынки большие. На самом деле, люди между собой достаточно активно общаются. Коллектор имеется в виду? Я имею в виду, клиенты. А, клиенты, да. Коллекторы, безусловно, тоже общаются, но при выборе конкретно уже клиент понимает, какой сервис, какой уровень сервиса он получит работать в той или иной компании. Сережа говорил про базы данных, и рассказывал о том, как машина некая под управлением людьми принимает решения. А базами данных вы делитесь друг к другу? Нет, базами данных мы не делимся, но я под этим имел в виду ту обезличенную базу, которая остается в пользовании компании после того, как мы возвращаем все персональные данные клиентам. У нас есть записи о том, как обслуживался клиент X, Y, Z, условно говоря. И это бесценная информация, безусловно, она помогает в стратегиях, в определении стратегий. Я согласен. Ну вот представим опять ситуацию такую реальную, да, вы работали с каким-то должником, успешно это сделали, а потом ваши коллеги через какое-то время вновь начинают с ним работать по новому делу. Могут они обратиться к вам за его историей, что ли, как это правильно, кредитной историей? Обратиться могут, к сожалению, мы ничего в этом смысле помочь ничем не можем, потому что, во-первых, так сказать, мы не являемся обдержателями персданных, потому что мы не являемся кредитором и по определению ничего предоставлять не можем. Хорошо, я понял. Значит, давайте к вопросам вернемся, точнее, начнем отвечать на них, их много, и прежде чем я первые из них озвучу, вот такая тема всегда интересует, тенденции в России, тенденции на Западе, как этот бизнес выглядит за рубежом, как этот бизнес выглядит у нас, тем более, опять-таки, я думаю, и для коллекторского бизнеса это будет актуальным, что основные методы, основные подходы, это все равно некие вещи, заимствованные оттуда, а потом каким-то образом ассимилированные на российскую действительность и о ментальности здесь тоже, наверное, самое время будет поговорить. Так вот, вопрос от Станислава. Чем отличаются методы работы коллекторов на Западе и в России, Лена? Ну, на самом деле, методы все известны, они нового, наверное, за последние сто лет не было ничего придумано. Я бы, наверное, вот сделала акцент на выездном взыскании. На самом деле, во многих европейских странах выездное взыскание в принципе не используется, но оно достаточно активно используется в России. Как это выглядит? Расскажи, пожалуйста. Что такое выездное взыскание? это, по сути, проведение личной встречи с должником, когда сотрудник агентства выезжает в адрес проживания должника и ведет с ним переговоры личные, направленные на погашение задолженности. Если он не застает должника в адресе, он оставляет ему уведомительное письмо относительно того, что он должен заплатить эту задолженность. На самом деле, это достаточно эффективный метод у России и действительно тоже применяется маршрутизация относительно того, чтобы удешевить процесс выезда. Но некоторые страны в принципе отказались и даже на уровне законодательства выезд к должнику запрещен. А почему? Это вмешается в личную жизнь в какой-то степени? По сути, да. На сегодняшний день у нас нет таких ограничений, мы активно пользуемся и на самом деле многие клиенты считают о том, что это тоже является одним из критериев при принятии решения с каким коллекторским агентством работать это наличие достаточно большой региональной сети. И мы в свое время начали расширять филиальную сеть, исходя из потребностей наших клиентов. Потому что в рост бурного потребительского кредитования нам клиенты звонили и говорили, я открываюсь в Перми. Филиал будет? Будет. И мы приходили туда, открывали филиал. Таким образом, у нас на сегодняшний день 90... По сути, чтобы обслуживать вот этого клиента, филиал этого. Да, по сути, да. Хотя, безусловно, мы работаем на всей территории России, а выездное взыскание Российской Федерации. То есть, тоже, по сути, закрываем большую часть Российской Федерации. А за рубежом зачастую, как бы, это нет такой потребности. Там, в основном, работают колл-центром, достаточно активно работают на судах, сопровождают исполнительные производства. То есть, правильно опять говорить о том, что вот эта вот наша российская действительность, ментальность, если хотите, особенность российская, не позволяет быть эффективным только на звонках, а, значит, условно говоря, к русскому человеку надо приехать и постучать в дом обязательно. Тогда он зашевелится. Это более эффективно, наверное, плюс еще все-таки инфраструктурно Запад лучше нашего развит. Там меньшее территории, если говорить о Европе, там больше уровня развития интернета, да, и часто взыскание происходит по интернету путем направления электронной почты. А при нашем уровне вот развития интернета, наверное, это было бы вряд ли сейчас возможно, да, хотя мы уже начинаем думать на эту тему. Интересный момент еще, скажем так, расходы по взысканию. В Европе, во многих странах стандартная практика, если ты направил должнику письмо, он не заплатил, то в суде он заплатит и за должность, и стоимость этого письма. Вот это на уровне законодательной базы закреплено, и с этим никто уже не спорит, и никто это не обсуждает. То есть все, что я потратил на взыскание этого долга, да, я за должника. А у нас кредиторы, поэтому на самом деле в России у нас бьются за размер агентского вознаграждения, по сути, по стоимости коллекторские агентства бьются, а за рубежом за качество обслуживания, потому что в любом случае затраты лежат на должнике. Кредитор не думает, сколько будет стоить данное взыскание, он хочет получить хороший сервис, хороший качественный сервис с точки зрения взыскания. Поэтому это, конечно, сильно отличает нашу работу. И плюс, я бы еще сказала относительно возможности получения дополнительной контактной информации по должнику. К сожалению, на сегодняшний день мы не имеем возможности работать напрямую с БКИ, для того, чтобы получать дополнительную информацию. БКИ это бюро кредитных историй. Бюро кредитных историй, все верно. Соответственно, как бы это можете... Вы же одно святое дело делаете. А есть закон о бюро кредитных историй, а у нас закона нет. Более того, опять-таки, к опыту европейских стран, они могут обратиться в социоорганы, в налоговые органы, и им предоставить информацию о реальных отчислениях, о реальном доходе людей, которые не платят. У нас пока даже страшно об этом подумать. Хотя, честно говоря, мы бы с удовольствием вот эту норму закона инициировали туда. Но, наверное, нужно еще там несколько лет, чтобы законодатель осознал, что есть, естественно, необходимость этого процесса. Кстати, мы вот упоминали несколько раз слово законодательство. Кто регламентирует вообще вас бизнес? Гражданский кодекс. Исключительно, да? Спасибо ему. Это замечательно. Спасибо ему. Я с этим тоже соглашусь. Ну, то есть, никакого специального законодательства на уровне федеральном нет. Сегодня нет. Для коллектовского бизнеса. Это хорошо ли было? Законопроект, который, в общем-то, находится на сегодняшний день в мэрии. И, в общем-то, мы достаточно много вложились для того, чтобы он появился. Но, к сожалению, до сих пор он как бы не особо быстро куда-то продвинулся. Это, безусловно, нужно все равно делать. Потому что, конечно же, правила игры должны быть прозрачные. Как для кредиторов, так и для должников. Я бы даже так еще, Лена, уточнил. Должны быть правила игры, во-первых. Они есть, эти правила игры? На сегодняшний день я бы сказала, что это... Их сложила деловая практика. Эти правила игры. Теперь их нужно облачить в рамки законодательства. Как есть некий газон и есть асфальтированная дорога. Но люди почему-то идут по диагонали и вытаптывают там. А потом... Часть газона, да. Вместо того, чтобы класть вот туда дорогу, нужно проложить вот сюда плиточку, чтобы это было удобно людям. Вот так же и с законами, мне кажется. Надо сначала дать деловым обычаям и практике сложиться, а потом уже облачать это в норму закона. Ну, я так думаю, что вот то, что проект лежит уже какое-то время, может быть, это как раз попытка осознать, в какую сторону законодательства надо двигать. Ну, что сейчас... На что ориентироваться? На опыт западных компаний. Это не всегда корректно. Даже вот сейчас вы говорили о сравнениях. Есть очевидное огромное количество различий в подходах. Я понял. Значит, должны быть правила игры. Это первое. И дальше они должны быть прозрачными. Абсолютно верно. Значит, смотрите, у нас есть еще вопросы и, в частности, вот такой от Ивана. Судя по всему, ваш рассказ заинтересовал его в том плане, что он захотел быть коллектором. Отлично. Это да. Это романтичная профессия нашего... Тут два работодателя потенциально. Готовы рассмотреть резюме. Ну, ладно, 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 сейчас начнете. Значит, вопрос от Ивана. Обязательно ли высшее образование для работы коллектора, Лен? Ну, смотря какую работу выполняется. Потому что, на самом деле, в колл-центре у нас есть люди с неполным высшим образованием, которые сейчас его получают. Ну, просто график работы, он позволяет и учиться, и работать. Поэтому достаточно большая возможность... А вообще, давай вот об этом поговорим. Коллектор — это такая, так сказать, широкое наименование. Профессия коллектора. А вот если, так сказать, в деталях, да, то есть специализации, если некие специализации выделить, вот чем можно заниматься? Да, в коллекторском агентстве. Работать в колл-центре, ты уже сказал. В колл-центре. Работать с судами, по сути, это юридическое сопровождение. В данной этапе на судоисполнительное производство. Здесь, очевидно, нужно высшее юридическое образование. Безусловно, безусловно. Дальше это аналитики, это рисковики достаточно... Аналитики, что они анализируют? Данные. Данные по должникам. Да, как раз определяют вероятность изыскания, определяют работу. Это психологи, наверное, да? Нет, ну, математики, наверное, образование. Есть отдельный штат аналитиков IT, которые занимаются исключительно доработкой, разработкой новых IT-систем, да? И, так сказать, есть работа с клиентами. Тоже абсолютно другой участок, да? Поэтому... Это уже больше психология, да, работа с клиентами? Нет? Ну, возможно, маркетинг. Любой человек, работающий с клиентами, психолог. Ну, да. С человеком. Вот есть от Александра вопрос. У него мастер спорта по вольной борьбе. Он мог бы работать в коллекторском агентстве? Ну, если он хороший человек. Добрый. Как минимум. Добрый, душевный человек. В общем, занятия спортом помогают в работе, безусловно. Ну, я так почувствовал какой-то подвох, и, конечно, в его вопросе... Смотря какие свои навыки он готов применить, понимаешь? Случайно он выделяет, что он, наверное, мастер спорта в вольной борьбе. Забавно. Хорошо, еще один вопрос от Неслава. Давайте озвучу. Действия коллектора в России всегда законны. Кстати, вот только что мы говорили как раз о некой законодательной истории. Всегда ли они законны? Ну, и давайте уж я не буду отвечать сам на него, хотя понимаю, да, что если мы говорим... Единственное, что... А каким-то образом регламентирует деятельность коллектора? Это гражданский кодекс, да? Не будем уж об уголовном говорить. Соответственно, как это выглядит, Лен? Всегда законны действия коллектора? Ну, судя по некоторым передачам, которые я тоже иногда смотрю, мне становится страшно. Кстати, а вот эти, да, я понимаю, о чем речь, вот эти передачи, это какая-то заказуха, да? Это вот сознательное такое чернение этого, я бы сказал, полезного бизнеса. Мне кажется, да, у нас вообще очень интересная такая, скажем так, культура социальная, да, и вот эта коммуникационная. Мы всегда любим защищать слабых. С одной стороны, это правильно. Это правильно, сейчас мы сделаем многоточие здесь поставим, потому что время новостей на финансовом потом продолжим. Ну что ж, наш эфир продолжается. Сегодня мы говорим о коллекторском бизнесе. Буквально несколько минут назад в новостях Анастасия Юрьева подросила нам тему, да, Лен? Да, рассказав о том, что подорожают ставки по ипотеке, наверняка это отразится и на деятельности коллекторских агентств. Далин? Обязательно отразится. Каким образом, расскажи, пожалуйста. Ну, должников станет больше, станет больше работа коллектором. То есть ты радостно потираешь руки? Ну, я всегда рада, когда есть работа, наверное, как любой наемный сотрудник. Как любой нормальный человек, да? Да, в этом нет ничего плохого. Тем более, что мы сказали, что мы готовы помочь решить проблему. Здесь мы, значит, больше будем помогать людям решить их проблемы. То есть, в принципе, с этой точки зрения, да, правильнее всего воспринимать. То, что станет больше должников, это, к сожалению, да, ну, это очевидно. Ну, их станет больше. Просто я думаю, что не надо бояться объема. Нужно понимать, как правильно с этим работать. Потому что, по большому счету, своевременная помощь, она... Кстати, давай вот мы сейчас будем апеллировать к этому потенциальному должнику. Потому что я, опять-таки, с точки зрения обычного обывателя, да, вот у меня есть ипотека, это огромный груз. А еще сейчас, если ставки повысят, да, и все, я с этим грузом не спрашиваю. Что делать, как мне быть, как дальше жить, все. Что гипс снимают, клиент уезжает, мама родная. Что, как дальше. И вы, как, естественно, профессионалы, ведь вы, опять-таки, я хочу сейчас... Извините, я на вашей стороне уже. Я хочу сейчас обратиться к слушателям. Действительно, ведь коллектор, это не дядька с битой, да, это не вышибало ваших долгов. Это человек, который подсказывает, как правильно ваши проблемы, по сути дела, решить, да, как урегулировать ваши отношения с должником. Не надо скрываться, не надо бегать, надо договариваться всегда. А вот варианты, допустим, вот для потенциальных проблемных ипотечных кредитов. Какие, Лен? Не, на самом деле, в первую очередь, нужно реально оценивать собственные возможности. То есть перед тем, как взять этот кредит? Обязательно, обязательно. Не должно быть ощущения о том, что если я взял квартиру в ипотеку, она со мной будет навсегда. Если возникает проблема, ее все равно придется решать. Поэтому лучше действительно серьезно проработать вопрос, а смогу ли я в течение 15-25 лет выплачивать денежные средства за эту квартиру? Ну, вообще, представляете, ну, я опять сам с собой, наверное, разговариваю. Вообще, 25 лет, да, в нашем государстве вот некую стабильность на 25 лет представить, ну, невозможно просто по определению, мне кажется. Это трудно, действительно. Ну, мне кажется, что здесь вот справедливо Лена заметила, во-первых, нужно перед тем, как брать, реально оценить силу, а во-вторых, ведь есть разные способы, да, есть способ рефинансирования, когда тот банк, в котором ты брал под высокий процент, ты идешь в другой и рефинансируешь кредит под более низкий процент. Причем ты говоришь, да, вот у меня есть ипотечник, не просто ты там, дайте мне денег, мне там надо дырочку. Конечно, либо там ты пришел в банк, у тебя изменились обстоятельства финансовые, когда ты говоришь, что вот так и так, ребята, давайте договоримся, что я изменю, извините нам график платежа там, да, или еще что-то. И в конце концов мы не знаем, что будет через 10 лет с ценами недвижимости. Может быть, ту квартиру, за которую я там сегодня заплатил, там, полмиллиона, а завтра она будет стоить 800 тысяч, да, мне ее проще продать, расплатиться и купить что-нибудь поскромнее, как вариант. Как вариант, кстати, да. Поэтому, другое дело, что вот эта информация о повышении, она не на руку, прежде всего, банкам, потому что их портфель-то они могут и не вырасти. А вот заемщиков надо будет более тщательно оценивать. Я понял. Хорошо. Значит, давайте тогда мы попытаемся все-таки на заявленный вопрос, на тему сегодняшней программы, попытаемся ответить, как все-таки оставить или постараться это сделать, оставить долги в уходящем году. Ну, предположим, да, вот сейчас среднестатистический слушателей, который сейчас прильнул к радиоточке, вот он имеет, ну, условно говоря, потребительский кредит, да, он имеет, что там он уже, автокредит, да, и он имеет ипотечный кредит. Я так понимаю, это все, что можно, да, на себя взвалить в нынешние времена в России. Это максимум, что может потянуть один человек. Да, да, да. Причем это даже, да, это уже перебор. Это уже перебор. Но, тем не менее, и мы задачу решаем им так. Эти долги надо оставить в уходящем году. Очевидно, что все три варианта мы, значит, решить не сможем, да, вот за ближайшее время. Ну, тем не менее, как это бремя несколько ослабить хотя бы, Лен? Мне кажется, самое важное начать решать эту проблему. По большому счету, если не удается сделать это самостоятельно, и абсолютно непонятно, с чего начинать, лучше получить профессиональную помощь самого банка в первую очередь прийти. Честно рассказать, какая есть история, какой есть доход, какие есть возможности, что планирует сделать человек, и какие есть долги для того, чтобы действительно... Помимо вот того, да, который у меня есть в банке. У меня же еще могут быть долги. Безусловно, безусловно. Потому что действительно нужно честно рассказывать информацию для того, чтобы те смогли оказать профессиональную помощь. В противном случае ты не только кредитора обманешь, ты еще сам себя обманешь. Будешь уверен о том, что именно вот такой вот график тебя приведет в конечном итоге к той цели, куда ты идешь. И как только станет должнику, по сути, понятно, с чего нужно начать, и он начнет платить, для него перестанет это быть проблемой, для него станет это задача, которую необходимо решить просто-напросто. И нет ничего, можно сказать, постыдного и плохого быть должником. Потому что на самом деле основная масса – это люди, которые действительно попали в серьезную какую-то финансовую проблему по финансовую яму. И это не делает его ни хуже, ни лучше. Неудачником. Это не делает его неудачником, абсолютно. Потому что я бы все-таки сказала о том, что на сегодняшний день люди пытаются самостоятельно учиться жить в кредит. Потому что во многих странах жить в кредит учатся практически с младенчества. Они четко понимают, что это такое, и как нужно правильно себя вести в той или иной ситуации. Здесь люди набивают собственных шишек. Поэтому получение профессиональной помощи и перестать отрицать наличие данной проблемы – это, в общем-то, залог успеха. Это такой вариант, забыл я это, животное, которое прячет голову в песок. Страус. Да, это такой страусиный вариант. Но он очень распространенный. Очень распространенный. То есть я не отвечаю на звонки, я спрятался, и все, эту проблему я решил. Да, вот это, кстати, одна из главных проблем. Потому что мне кажется, что для решения вот этой ситуации надо идти на контакт. Не надо забиваться в угол, надо общаться, разговаривать, искать взаимоприемлемый путь решения, как для тебя, так и для кредитора, для коллектора и так далее. Но я бы еще что здесь мог бы порекомендовать? Более критично отнестись к своим потребительским привычкам. То есть мы вот привыкли, что сегодня мы ездим там на Ладе, а завтра мы ездим на Мерседесе. А может мне стоит там на Рено пересесть с Мерседеса? А может мне там отложить зимний отдых там свой, да, и все-таки сделать что-то для того, чтобы... Для погашения, да. То есть мне нужно реальными глазами посмотреть вот на те траты, которые мы имеем, да, и сделать финансовый план немножко по-другому. И тогда все пойдет, все будет хорошо. Сереж, я бы даже добавил, да, вот к твоему предложению, вообще в принципе надо говорить о финансовом плане. Ведь разговаривая в этой студии с огромным количеством гостей, как правило, возникает именно это ощущение. Если мы говорим о финансовой грамотности населения, то, как правило, она отсутствует. Причем, что такое финансовая грамотность? Это не знание каких-то супер, да, тонких, значит, вещей в отношении экономики, да, и финансового, глобального смысла. Это просто, начиная с элементарного планирования собственного бюджета. Вот очень большое количество людей действительно не ведут такого планирования. Именно поэтому возникает ощущение, что сейчас действительно я на Ладе поездил, а вот здесь Мерин подвернулся, дай-ка я сейчас быстренько пересяду. Ну да, займу, перезайму, там, ну нормально, выкручусь. Все, потом проходит некоторое время, опа, попадал его, и начинаются проблемы. Мне кажется, это вот месседж как раз к минообразованию, к нашему, потому что нам нужно со школьной скамьи учить людей жить в кредит, правильно распоряжаться деньгами, бюджетом, там, личным, семейным и так далее. То есть этой дисциплины нет же у нас сейчас, да. То есть то, чему родители научат, там, или соседи, или там друзья. Если научат. Да. А так-то, в общем, здравым смыслом только доходят люди своим. Ну смотри, опять-таки, я уж не хотел бы, чтобы это было оправданием нашему министерству образования. У него и так-то головной боли, да, сейчас, как известно, полно. Ну, очевидно, что мода жить в кредит, наверное, мода, да, я уж пока не говорю о умении жить в кредит, это такая недавняя история все же, да, Лен? Да. Да. Россиян... У нас все совсем недавно появилось. Опять мы возвращаемся к этому, да. Конечно. Я вспоминаю, ну, там, жизнь в Советском Союзе еще, ну, не было, не было такой истории. Накопление, открытка на автомобиле, там, на квартиру, которую ждешь, там, много-много лет. Конечно, да. Но это, это, сейчас это норма жизни, и это хорошо. Только давайте этому учиться правильно. По правилам жить. Тогда все будет нормально. Это правильно. Значит, я возвращаюсь, тем не менее, вот, к этому месседжу, да, к этой теме, как оставить долги в уходящем году. Очевидно, что в раз, да, решить все проблемы свои в отношении. Ну, хоть и говорят, конечно, что в Новый год все желания сбываются, но я бы не стала делать именно такой месседж, как бы, на самом деле, называть, что просто загадайте на Новый год, и ваши долги 1 января все просто-напросто рассеются. Это был бы новая сказка от коллекторского бизнеса. Бессловно, такого не будет. Не надо бояться, что вас будут воспринимать как человека, действительно, которого, который хуже, чем остальные. Нужно просто признаться о том, что есть такая проблема, и нужно начать ее решать, и с вами будут разговаривать абсолютно нормально, как с человеком, достойной помощи. Я вот, да, я думаю, что сегодня будет главная тема именно эта. Извините уж, я опять не хочу вас обидеть, да, не надо бояться коллектора. Это все-таки коллектор, это человек, прежде всего, да, который хочет вам помочь, помочь. У нас есть звонок, давайте послушаем. Николай, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер, я хотел вот насчет оставления долгов в прошлом, и даже, можно сказать, фантомов долгов. Вот хотел узнать, есть ли были проблемы, вот как долго они тянутся, потому что вы, наверное, в курсе. Потому что у меня год назад были просрочки, сейчас не могу, вообще кредитов не дают, хотя просрочка была там два месяца. Но вы закрыли этот, да, кредит с просрочкой? Я закрыл, я закрыл кредит на года раньше, чем нужно было, проблему решил, заявление в банк писал. Но я так понимаю, на тебе висит черная метка, и вот хоть ты тресни, не знаю. Спасибо, Николай. Я думаю, что здесь просто вопрос к бюро кредитных историй, здесь нужно направить в банк запрос, в какое бюро была передана информация о том, что задолженность возникла, и написать в бюро письмо о том, что вот задолженность погашена, вот, так сказать, приложить туда слипы документов, попросить банк инициировать с своей стороны такое же действие, и все, и не будет, так сказать, проблем. То есть это некая бюрократическая проблема, да, просто? Это чисто технический процесс, который, я думаю, в ближайшие там 2-3 недели можно решить, и все. Хотя, с другой стороны, если вернуться опять на некий метафизический уровень, все же, да, Николай, смотрите, слава богу, да, был у вас кредит, ну, к сожалению, там пару просочек, где вы его закрыли, и все, и нормально, да? Сейчас вы хотите опять взять взаймы, и у вас не получается. Может, оно и к лучшему, я бы вот так рассказывал. Может быть, ну его, Лен. Ну, как же ну его? Очень хочется, да, накануне Нового года сделать подарки себе и близким. Нет, на самом деле, наличие кредитных продуктов, это абсолютно нормальный, стандартный процесс. Безусловно, если были какие-то просрочки, и сейчас они решены, это не означает о том, что человек должен навсегда от этого отказаться. Да, как бы это неверно. Теперь больше никогда, больше никогда. Нет, я буду, но только не буду допускать просрочек. Совершенно верно. Учитывая, что Николай говорит, что просрочку он закрыл, еще на полгода раньше вернул срок, он должник-то, я думаю, заговорился, извините, да. То есть он как бы добросовестный, добросовестный, добросовестно относится, да, к своим долгам. Значит, я прошу прощения, время заканчивается, к сожалению, давайте мы будем потихонечку прощаться. Прежде всего, я напомню еще раз, Елена Терехова сегодня в гостях, заместитель генеральный директор, директор по продажам Sequoia Credit Consolidation и Сергей Шпетер, старший вице-президент, директор по развитию бизнеса Национальной службы взыскания. Огромное вам спасибо, гости, огромное спасибо, слушатели, всего хорошего, с наступающим Новым Годом.